Всем привет! Мы прилетели в город, который буквально построен на 11 миллионах столбов. Здесь около 11 километров каналов и больше тысячи мостов, а велосипедов больше, чем людей. Это, друзья, Амстердам. Город с репутацией самого развратного города на земле. Так давайте же окунемся в атмосферу столицы Нидерландов и посмотрим, что любопытному путешественнику может предложить этот город. Да и вообще, все ли так развратно? По традиции начнем с транспорта из аэропорта. Шипхоль находится всего в 9 километрах от центрального вокзала Амстердама. Самый простой способ туда добраться – это поезд. Поэтому покупаем билеты в специальном автомате, сканируем и идем искать наш поезд. Всего 20 минут и мы на центральном вокзале Амстердама. Несколько слов о самом вокзале. Строительство закончилось в 1889 году. Это первый вокзал в Нидерландах, который был спроектирован известным архитектором. Его созданием занимались Питер Кейперс и Адольф Леонард Ван Гент. Вокзал насчитывает 6 перронов и 15 железнодорожных путей и отделяет город от порта. Первое, что бросается в глаза при выходе из вокзала – это количество велосипедов. И нет, это не прокатная. Это парковка. Вот мне интересно, как здесь можно найти свой? Кстати, эта парковка является одной из самых фотографируемых достопромечательностей Амстердама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разумеется, велосипед – это главное средство передвижения по городу. Жители Амстердама ежедневно проезжают около 2 миллионов километров. Город всячески это поощряет. Ведь не зря общая протяженность велосипедных дорожек в Амстердаме составляет около 400 километров. В Амстердаме даже есть единственный музей в мире, через который можно проехать на велосипеде – и это Рейкс-Мюзеум. Это музей истории искусства северных Нидерландов. Его красивое здание находится на музейной площади в самом центре Амстердама. В залах этого музея можно получить широкое представление о художественном развитии страны. Основу художественной коллекции составляют многочисленные работы Рембрандта и Яна Вермейера. Главное место в экспозиции отведено ночному дозору Рембрандта. Нам повезло быть свидетелями суперсовременной реставрации картины. Поскольку шедевр Рембрандта – это самое выдающееся полотно в галерее славы, работники музея приняли решение реставрировать его прямо в зале музея. Кстати, 10 февраля в Рекс-Мюзеум начинается самая большая выставка работ Вермейера. Это уникальный шанс увидеть столько картин художника под одной крышей. Амстердамский музей будет соперничать с выставкой Маври Шейса 1996 года, которая тогда собрала более 23 редких картин голландского мастера. Воспользуйтесь этой возможностью. Выставка будет проходить до 4 июня. А вот эта библиотека тоже расположена в главном здании музея и включает в себя читальный зал и кабинет. Это одна из главных художественных библиотек мира. Каталоги, относящиеся к музейным собраниям, собираются непрерывно с 1885 года. Совсем рядом с Рекс-Мюзеум находится самый популярный парк Амстердама. Он занимает площадь в 120 акров и это центральное место в жизни местных жителей. Совсем того не ожидая, мы наткнулись на разные причудливые виды птиц. Но каково же было наше удивление, когда мы видели вот таких чудесных зеленых попугаев. Оказалось, что приблизительно 4000 попугаев с зелеными перьями живут именно в фондель-парке. Всего в 10 минутах ходьбы от парка есть одна необычная архитектурная достопримечательность. Дома, семи стран. Она представляет собой ряд из семи домов, построенных в период большого интереса к дальним экзотическим направлениям. Вот романтический немецкий дом, а рядом французское жилище в стиле замка. В основе испанского дома лежит вилла с мавританским влиянием, а английский представляет собой традиционный коттедж. Итальянская резиденция имитирует неоклассический дворец. А голландский дом вдохновлен эпохой Возрождения. Вместе семь домов сливаются в один фотогеничный блок, добавляющий красок и креативности уличным пейзажам Амстердама. Да и вообще архитектура Амстердама довольно живописная. Расположенные вдоль каналов дома славятся своими стройными профилями. Есть даже фасад шириной всего в один метр. Все это, разумеется, не потому что жителям так захотелось. Скорее всего пришлось. Еще в 17 веке местные жители облагались налогом на ширину своей собственности, что делало узкий дом отличным способом сэкономить. Многие фасады домов оснащены специальными крюками. Их специально строили с наклоном, чтобы с помощью этих крюков и лебедки затаскивать тяжелые вещи в помещение. Сейчас используется вот такой вот метод. Специальные фургоны с выдвижной платформой доставляют габаритные и тяжелые товары прямо через окно. Естественно, такой тип архитектуры значительно усложняет жизнь и работу. Например, пожарником. Мы стали свидетелями неожиданного сильного пожара, который случился на самом последнем этаже узенького дома. Узкие улицы, узкие двери, узкие окна. Но действовали ребята очень быстро. Что очень интересно, так это то, что голландская пожарная служба состоит из более чем 19 тысяч добровольцев и всего лишь 5 тысяч профессиональных пожарных. А сельские пожарные депо полностью укомплектованы добровольцами. Ну что, друзья, горы обычных велосипедов вы уже увидели. Теперь покажем вам те, которые выделяются своим цветочным декором. Это творение цветочного велосипедиста. Его настоящее имя Уоррен Грегори. Ему 52 года. Все началось после того, как его жена потеряла велосипед на центральном вокзале. Жена Уоррена Мишель страдает эпилепсией. Поэтому Уоррен решил украсить ее велосипед яркими подсолнухами, чтобы она отличала свой велик от других. С тех пор Мишель никогда его не теряла. Уоррен размещает эти ярко украшенные цветочные велосипеды рано утром, до того, как город проснется. Они олицетворяют любовь и счастье. Нам даже повезло встретить Уоррена. Вот он уезжает на своем ярком велике. Так, что там и все о культурном, да о культурном. Давайте добавим немного пикантности. Мы же все-таки в Амстердаме. Мы решили посетить музей секса. Ведь это первый и старейший в мире музей такого типа. Билет стоит 9 евро с человека. И уже с самого порога начинается спектакль чувственной любви. Экспонаты демонстрируют обширную коллекцию эротических картинок, рисунков, записей и фотографий. Все это, естественно, сопровождается разными звуками блаженства и наслаждения. Есть восковые экспонаты в полный рост. Вот, например, Мата Хари с ее партнерами. Вся коллекция лично собрана владельцами музея и находится на постоянной экспозиции в их частной собственности на набережной Тамрак. Субтитры создавал DimaTorzok Одно из пац Упом При хорошей солнечной погоде жители Амстердама нежатся в небольших кафе и на порогах своих домов. Если вы подписаны на наш канал, то уже знаете, что мы делаем отдельные выпуски с кулинарными маршрутами по городам. В следующем выпуске о Амстердаме мы покажем вам, что и где попробовать. Оставайтесь с нами! Тут мы готовы поспорить, что об этом месте вы точно не слышали. Мышиный особняк – это целый мир внутри магазина-музея. В нем более сотни комнат размером с мышь, заполненных квартирами, магазинами, улицами и внешними пространствами. В каждой комнате есть свой обитатель со своей историей, личностью и семейными узами. Мышиный особняк и мышиные истории создают Карина Шапман и ее дочь, которых можно даже застать за работой новых экспонатов. Вы можете, например, купить книжку с мышиной-историей и парочку мышат, а дальше дать волю фантазии и придумывать вместе с вашим ребенком новые мышиные истории. Или купите очаровательную открытку на память об этом необычном магазине. В любом случае, очень советуем вам туда заглянуть. Без чего нельзя уехать? Если вы хотите из Амстердама, так это без сыра. В этом магазине можно попробовать различные виды сыра и выбрать любимый. Плюс здесь еще есть мини-музей с интересной информацией о сыроварении. Амстердам это конечно же Гоуда. Особой разновидностью этого сыра является голландский мастер, взревающий почти год. Одним из наших самых ярких впечатлений из Амстердама стал рейс на катере по городским каналам на закате. Как видите, днем, особенно на выходных, очереди на рейс не видно конца, поэтому мы советуем выбрать последний рейс перед закатом в будний день. Наш рейс отправлялся из-под дома Анны Франк. Мы выбрали компанию Flagship. Их ребят в ярких оранжевых парках сложно не заметить. Рейс стоит 20 евро с человека и длится 1 час. Их катера и лодки полностью электрические и не вредят среде. Это называется Вестерн Church. Это один из 6 очень старых семянских именинных в Амстердаме построено в 17-х или уже до этого. Мы любим симплисситем, включая нашим любимым именем и другим именем. Мы любим симплисситем. Дичь, с кем и многими зданиями в Амстердаме построены на поверхности и ледовым полом, это привлекается проблем в этом доме. Это были стейказы. Стейказы в доме тоже очень, очень широкая, и очень глубокая. Мы проплывали мимо когда-то бедных кварталов с домами с узкими окнами, а также мимо богатых, где большие окна подчеркивают статус владельца. В Амстердаме кроме налога на ширину дома существовал еще и налог на количество окон. Чем шире дом и больше окон, тем богаче владелец. Некоторые состоятельные люди специально делили большое окно на окна поменьше, чтобы подчеркнуть свой статус и негласно показать всем, что с ними можно вести бизнес-дела. Есть даже квартал, в котором людям разрешено жить на каналах в их же лодках. Кстати, многие сдают свои лодки как в гостинице туристам, но я вам так скажу – цены неприличные, а удобства очень минимальные. Нам попался невероятно крутой гид, который весело и с юмором рассказывал нескучные факты о городе. Он даже напился воды из канала, чтобы доказать нам ее пригодность. Экскурсия проходит по каналам Золотого века, внесенным в список наследия ЮНЕСКО. Кульминация – это танцующие дома. Как я уже вспоминала в начале, почти все строения удерживают над водой столбы. Эти яркие домики находятся в самой старой части города и датируются 15 веком. В те времена поддерживающие столбы были деревянными, а спустя шесть веков их прочность ослабела, и они осели, а дома, соответственно, разъехались в разные стороны. Мы вам искренне рекомендуем такую экскурсию. Это классная возможность взглянуть на город, цены и перспективы и узнать много интересного. Если вы уже смотрели наши влоги с других городов, то знаете, что обязательным пунктом знакомства с городом для нас являются городские рынки. В Амстердаме есть много замечательных рынков. Если ищете винтажную посуду, лучшие штруп-вафли, букет тюльпанов или хотя бы пару носков, то в этом городе есть все. И вот наш небольшой путеводитель. Рынок Альберта Кейпа работает каждый день, кроме воскресенья. Это один из самых аутентичных рынков Амстердама. Он был основан в 1904 году. Амстердамцы направляются сюда за дешевой одеждой, постельными принадлежностями, косметикой и обувью. Но самые лучшие на этом рынке все-таки продуктовые лапки. Тут можно купить лучшую в городе селедку, штруп-вафли и пофертье. Что стоит попробовать на рынке Альберта Кейпа, мы покажем вам в следующем выпуске о кулинарном Амстердаме. Цветочный рынок называют единственным в мире плавучим рынком цветов. Жители города говорят, что это пустая трата времени, поскольку это самое туристическое место в городе. Но если вы все-таки будете где-то поблизости, то загляните. Мы советуем особо не раскошеливаться на луковицы тюльпанов. У меня, к сожалению, не сошла ни одна из купленных на этом рынке. В 2019 году даже провели небольшое расследование. И оказалось, что из 1363 луковиц, купленных на этом рынке, сошло всего лишь 14 тюльпанов. Но кто знает, может вам повезет больше. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» В каждую субботу и понедельник в квартале Йордан можно попасть на рынок Нордермаркт. Этот рынок функционирует с 1623 года. Здесь можно найти антиквариат, сувениры и ювелирные изделия. Все это соседствует с прилавками с экологически чистыми продуктами. По понедельникам Нордермаркт превращается в плашиный рынок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На последнем седьмом этаже здании городской библиотеки находится такая терраса с неплохим видом на город. Бесплатно. И сейчас мы вам ее покажем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»